Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Двойное торжество в Благовещенской. Православный праздник стал днем рождения станицы. Паводки не страшны. Службы города готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Очистим пляж от самостроев. В селе Витязево ликвидировали два незаконно возведенных кафе. Строительство подземного перехода в станице Анапская – тема, нисходящая с повестки дня в администрации города. И хотя у строительства есть инвестор и подрядчик, глава города следит за качеством, темпами работы, сроками, в которые строители должны уложиться. До начала курортного сезона новое во всех смыслах сооружение украсит въездные ворота курорта. Этот подземный переход в станице Анапской будет первым сооружением подобного типа. В реализацию этого проекта мало кто верил, ведь строительство ведется, что называется, на пятачке. Громоздкая техника едва помещается на площадке так, чтобы не мешать друг другу. Но, несмотря ни на что, ограду из стального шпунтового профиля виборопогружатель вбивают в грунт уверенно. Эти стальные лотки, как замки, входя друг в друга, не пропустят ни воды, ни песка. Были небольшие задержки, ввиду того, что ограниченная площадка, очень мало пространства. То есть, не полевые условия, а техника работает специализированная, больших габаритов. Ввиду этого затрудняется работа, потому что мы работаем в населенном пункте, немножко не укладываемся. Но будем работать в две смены, наращиваем штат и количество техники, чтобы добиться нужного результата. Строители понимают и значимость объекта, и ответственность перед людьми. Расслабиться им не дает и строгий контроль. Докадный планер, и самым главным вопросом, первым вопросом, ставится вопрос о строительстве пешеходного перехода в Санит-Санавск. Глава держит это на особом контроле. Люди, видите, работают сейчас, стараются, все силы брать, для того, чтобы выполнить срок намеченный мероприятий. Сейчас строители заканчивают выемку грунта и затем займутся водоотведением. Четыре поста наблюдений за гидрологической обстановкой работают в Анапе. На Джигинском водозаборе на реке Кубань, встаница Благовещенская, в Виноградном и Суко. Мониторинг ситуации на водоемных также осуществляется с помощью автоматизированных систем. О готовности городов и районов Кубани к прохождению весеннего паводка говорили сегодня на заседании Краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Все чаще природные стихии становятся причиной чрезвычайных ситуаций на территории края. Для весны характерны паводковые явления. Как отмечают метеорологи, интенсивность осадков последние несколько лет возросла в 5-7 раз. В каждом муниципалитете должны принять исчерпывающие меры для безаварийного пропуска паводковых вод, подчеркнул вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко. Заслушаны были главы тех районов, где не все требования краевых властей выполнены. Анапы в этом списке нет. О ситуации на нашем курорте Сергей Сергеев удоложил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Расчищенные руслы рек Суко, Уташ, Джига предусмотрены дополнительные работы на Уташе. Готовы 12 стационарных пунктов временного размещения. На случай ЧАЭС ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки на водоемах. Система оповещения населения исправна. Наибольшую обеспокоенность городских властей вызывает район Суко. Сергей Сергеев поручил собрать отдельную комиссию по сложившейся в курортном селе ситуации, на которой будут заслушаны глава Субсехского сельского округа и представители застройщика комплекса «Резиденция Утриж». В селе Витязево по решению межведомственной комиссии начался демонтаж двух точек общепита. Объекты вывезены на специальную стоянку для хранения. Летние заведения располагались на муниципальной земле и по решению межведомственной комиссии подлежали демонтажу, как самовольные постройки. Собственников информировали о необходимости самостоятельно убрать точки общепита. В итоге демонтаж был произведен принудительно сотрудниками муниципального контроля совместно с казачьим обществом. Два летних кафе и бытовки для сотрудников занимались выше 250 квадратных метров пляжа. Находившееся в помещениях имущество описано и будет вывезено на специальную стоянку. Полеты в Турцию и Египет не откроют для российских туристов в 2016 году. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал это решение. Цитирую. «Хорошо, что открытие массовых поездок россиян в Турцию и Египет все же придерживают. Безопасность людей важнее. Кубанские курорты готовы принять всех гостей. А мы, в свою очередь, сейчас делаем все, чтобы сервис не уступал иностранным отелям», написал в своем твиттере глава региона. Сегодня православные отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминается знаменитое евангельское событие – возвещение Архангелом Гавриилом Благой Вести Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий Иисус. Примечательно, что этот светлый праздник считается днем основания станицы Благовещенской. По случаю 180-летней годовщины местные жители восстановили колодец, воду из которого брали еще первые поселенцы – казаки. Некоторое время, по сути, стратегический для этих мест объект находился в запустении. Однако активисты решили восстановить часть истории, а заодно узнать, какова на вкус вода, которую пили предки. Памятный знак, сделанный из натурального камня, хоть и современными инструментами, но под старину. Рядом колодец. Сверху видна новая кладка, а внизу тот же камень, что и был изначально. Сколько лет этому колодцу старожилы сказать затрудняются, но, судя по историям, которые передаются из уст в уста, он был здесь всегда. Александра Статникова помнит, как из колодца брали воду, потом стали появляться электрические скважины, и он постепенно начал приходить в запустение. До тех пор, пока неравнодушные станичники не решили восстановить источник. Я очень рада, потому что мы знаем, что это за колодец. Это не просто колодец, это счастье, это радость, это для всех нас, которое священное место. Этому колодцу надо молиться, только этот колодец и поил и животных, и людей. День основания станицы принято отмечать в церковный праздник Благовещения. В здешнем православном приходе рассказывают, что 180 лет назад около 25 казачьих семей остановились здесь, чтобы заночевать, а утром, как раз на Благовещении, на этом самом месте забил ключ. Если так, то, по словам краеведов, это было действительно чудо. Питьевую воду здесь добыть не так просто. Вокруг нас лиманы соленые водой, горько-соленое море, а вода – это колодец. Поэтому за колодцы шла всегда в том числе и сражение и с черкесами, и с турками. Потому что от колодца зависела жизнь станицы, жизнь маленького укрепления, скажем, Джаметте и так далее. Поэтому вот станицы Благовещенской и считать, и нужно считать, и чтить нужно вот это место. Потому что отсюда пошла, в принципе, сама станица. Старые улицы подходили и выходили сюда. Старожилы рассказывают, что колодец оставался своеобразным центром притяжения даже после того, как им перестали пользоваться. Здесь устраивали посиделки и назначали свидания. Юрий Александров работал водолазом-спасателем и с начала 2000-х годов вместе с единомышленниками пытался очистить колодец. Захотелось попить хорошую настоящую воду. Честно, я на Кавказ ездил, туда в Прильбрусе, ну там минеральные воды, не то. Хотелось попить чистой воды настоящей. Начали чистить. И все вручную, просто под воду нырял, вытаскивал сколько мог. Ну и выкидывали в сторону. И через некоторое время эти камни все вернулись обратно. И так было семь раз. Теперь энтузиастам помогают местные священники и депутаты в планах продолжить обустройство колодца, провести на поверхность трубу непосредственно из родника и установить кран. Глубина колодца около двух метров, ближе к поверхности воды нет. В самой станице бурят скважины в 10 раз глубже. Все насосы работают на электричестве, которое иногда пропадает. Поэтому, говорят местные жители, с колодцем оно как-то надежнее. Тотальный диктант, когда каждый желающий сможет проверить уровень своей грамотности, пройдет по всему миру 16 апреля. В этом году голосами краснодарского тотального диктанта станут наши коллеги, ведущие телеканала «Кубань-24» Наталья Баранова, Надежда Чечерина и Иван Волошин. Я вообще не думала, я очень давно хотела поучаствовать в этом проекте, потому что я пишу тотальный диктант с 2013 года, каждый год на разные отметки, надо сказать, но движусь к успеху. И я сама инициировала, на самом деле, тот факт, чтобы я и Иван Волошин читали тотальный диктант, потому что мы, как сказать, мы за русский язык, да, и мы хотим, чтобы люди вокруг были грамотными. Мы стараемся и в своей среде это прививать, и доносить это до других людей, поэтому мы с удовольствием, как только узнали, что 16 числа он пройдет, решили, что мы тоже будем участвовать и договорились вот с организаторами. Я заметила, что каждый год больше и больше людей принимают в нем участие, это значит, что как минимум больше и больше людей становятся более грамотными, потому что, во-первых, там проходят курсы по подготовке, во-вторых, никому же не хочется двойки получать. Прием заявок на участие уже начался. Заявить о своем желании примкнуть к акции можно на сайте тотального диктанта. Там же организаторы предлагают выбрать площадку и зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует.